здравствуйте на связи федор васильев sp page builder конструктор страниц для джумла обновился до версии 5 4.0 и на борту мощное обновление мощное решение это всплывающие окна под разные условия на вашем сайте то есть не придется больше использовать какие-то сторонние расширения для всплывающих окон если вы используя sp page builder у вас есть встроенный теперь конструктор давайте его рассмотрим в этом обзоре но прежде чем мы приступим к рассмотрению данного видео я хочу вам напомнить если у вас нет времени и вы или вы сомневаетесь и вам нужен сайт вы всегда сможете заказать его у меня контакты вы сейчас видите у себя на экранах звоните пишите давайте обсудим ваш сайт а мы возвращаемся к теме урока я перехожу на свой тестовый сайт компонент устанавливается как обычно он меня уже установлен обновленная версия находится он компоненты sp page builder и даже вот здесь вот у нас появляется в виде pop-up новая вкладка если мы сюда нажимаем то мы видим с вами вот такую страницу то есть это не отдельный аддон при создании редактирования страницы а это вынесено в отдельную так сказать ветку то есть отдельно создается здесь также можно создать категории и назначить разные всплывающие окна и распределить их по категориям если у вас их много и давайте посмотрим во первых можно импортировать окно есть уже готовые окна если вы обладаете лицензии sp page builder мы нажимаем на кнопку и днюю добавить но папа даете какое-то название своему папу и нажимаем сейф дальше я вы можете также всплывающих но настраивать как в бэк-энде кто привык этим пользуются или во фронт-энде я приду вот frontend на ссылку frontend и у нас вот такая вот страница получается во frontend и вот наше окно мы сразу прямо отсюда можем добавить выбрать сколько это будет строк по плюсу нажать выбрать любой вложить во всплывающее окно любой аддон я просто вставлю текст для примера и вот у нас уже всплывающее окно также отдельно можно настроить мобильную версию для всплывающего окна под разные устройства здесь у нас есть готовые макеты как я уже сказал для обладателей лицензии sp page builder можно подгрузить готовый макет и настроить его под себя если мы перейдем в pop-up settings настройки то есть здесь можно допустим оцентровать где будет возникать окно в правом верхнем углу в левом нижнем там в нижней части по центру также ширину высоту всплывающего окна можно настроить здесь также включить анимацию то есть как будет окно появляться дальше то есть откуда она будет появляться задержка продолжительность вот этими ползунками и выход анимации тоже можно назначить при закрывании то есть когда мы на крестик нажимаем как она будет закрываться и также назначить duration delay то есть задержка и продолжительность дальше от нас заголовок всплывающего окна дальше категорию как я уже сказал можно назначить для категории состояние опубликовано нет и доступ кто будет видеть влач окно могут зарегистрированные пользователи вы видеть администраторы только и так далее здесь также стиле color то есть это цвет самого всплывающего окна контентной части можно загрузить изображение сделать перелив цвета внутренние внешние выступы рамку задать solid сплошная там двойная там то есть как больше здесь будет вам подходить shadow тень то есть добавить некую тень вот так пускай будет да overlay то есть наложение можно вообще отключить чтобы задняя часть сайта была видна и окно вот так всплывало поверх или же можно overlay наложить изображение градиент и цвет наложения и прозрачность наложения чтобы сайт был виден и допустим вот в таком будет затемнение сейчас сразу посмотрим как это будет выглядеть дальше настройка кнопки закрытия у нас здесь есть вы низк кнопки закрытия за предел сплывающего окна дальше произвольный кастом это позиция где она будет находиться также при наведении на этот закрывающий крести как себя будет вести цвет крестика заливка крестика вот допустим вот такой вот цвет сделаем а внутренний отступ сразу чтобы вот такой был крестик до сразу было видно дальше если хотите круглую кнопочку сделать и даже можно туда добавить текст так вот закрыть рядом с крестиком и бордеру рамка также можно здесь добавить здесь у нас также есть настройки of the close автоматическое закрытие если выбираем то через сколько секунд окно будет закрываться можно назначить закрыть по нажатию на клавиатуру на клавиатуре на на клавишу escape чтобы окно закрывалось отключить скроллы когда окно активно ну вот это я бы себе оставил я перевел страницу на русский здесь вот закрыть всплывающее окно при щелчке можно назначить селектор и css класс сразу забегая вперед хочу сказать у нас же это еще бета-версия этого всплывающих на и чего сразу не хватает а не хватает здесь двух вещей здесь нет условия за возникание окна при уходе со страницы то есть когда мышку уводим со страницы это такое окно догонял когда когда человек уже уходит эй там подожди не забудь что сегодня действует акция то есть последний шанс зацепить с плавающим окном как-то потенциального клиента то есть вот именно когда мышка уходит вот это событие здесь я не увидел и еще одно важный момент это куки когда работает окно вот мы хотим чтобы окно один раз показалось новому пользователю и больше ему не показывалось либо показалось через день или час вот это пока что у меня тут не сработало я это выбирал мы сейчас до этого дойдем у меня это не сработало возможно это еще сыро сырое и пока что возможно не работает вы напишите в комментариях когда вы попробуете будет ли работать у вас вот эти вот куки для тех кто не знает если хотите освоить sp patch builder на максимальном уровне если вы сейчас только знакомиться с sp patch builder то я вас приглашаю на свой авторский видеокурс sp patch builder от а до я ссылка на видеокурс будет в описании под видео дальше у нас здесь идет кнопка следующий то есть мы здесь можем закрыть и вот кнопка следующий возникает как раз момент где мы будем выбирать на каких страницах он будет на каких не будет отображаться и триггеры те самые там где одного триггера вот я не нашел которого здесь не хватает или это можно кликнув вот сюда увидит те же настройки то есть либо здесь либо здесь ну соответственно если это конкретная страница то вы выбираете на каких ваших страницах это отображается конкретные пункты меню где это окно будет возникать весь сайт для всего сайта если весь сайт то исключить можно страницы выбрать также страницы на каких-нибудь отображаться исключить также пункты меню и выбрать вариант триггера давайте сначала начнем самого простого при посадке то есть просто возникает окно через можете сказать через сколько секунд она появится вот сайт загрузился допустим через 10 секунд чтобы окно появилось дальше показать только после раз количество раз то есть два раза страница обновилась или три раза сколько здесь укажете окно должно появиться и вот как раз и вот здесь вот я бы хотел задать здесь можно задать сколько в минутах в часах днях или никогда то есть один раз окно должно показаться и больше не показывается и у меня вот как раз таки здесь не сработало я пробовал минуты часы у меня окно всегда появляется То есть, тут такое, то есть, либо это сырое еще, либо нужно спросить у разработчиков SP Page Builder, почему вот эти моменты, они тут не отрабатывают. Давайте уже проверим, как окно у нас работает на странице, сохраняем. Для всех страниц мы уже выбрали. Я перехожу на фронтальную часть страницы. Вот так вот у меня затемняется, все работает, тень. Кликая мышкой в пустом месте, нажимаю Escape, все работает здесь, как мне нужно. И только по закрытию на кнопку, на крестик у меня окно прячется. Если обновлю еще раз, то получается, естественно, окно у меня всегда взаимодействует. И теперь давайте посмотрим вот эти вот триггеры. Сверху начнем. При прокрутке. Направление, то есть, вниз прокручиваем и ставлю на 70%, когда сайт будет прокручен. У меня окно должно показаться. Давайте обновим сайт. Видим, окна нет. Прокручиваю страницу. И вот окно у меня показывается. Здесь все нормально. Смотрим следующие триггеры. По щелчку. Здесь случайный щелчок. Конкретный элемент. И здесь вот немножечко, чуточку посложнее. Здесь нужно указать селектор. Элемент на сайте, на который мы хотим кликать, и чтобы появлялось окно. Вот у меня есть кнопка. Правой кнопкой мыши я по этой кнопке кликаю. Показать код. Вам нужно достаточно найти идентификатор. Вот я сейчас навожу мышь, я вижу, подсвечивается кнопка. Вот ID кнопки. У вас своя уникальная будет здесь идентификатор. Прямо отсюда его копируем. Вставляем. Сначала ставим решетку и вставляем наш идентификатор. Применить. Смотрим, как работает всплывающее окно. Нажимаю на кнопку. И у нас, во-первых, кнопка меня прокручивает вниз, потому что она так задана. И плюс еще и окно появляется. То есть даже вот так. Это может работать. Это у нас работает. Я скопирую идентификатор, чтобы не потерять, потому что мы его можем проверить дальше. При наведении. Ну, поставим тот же ID. Вы можете любой элемент на сайте вот так назначить на кнопку. Вот я просто навожу мышь на кнопку, не кликая, и окно отрабатывает. И у нас здесь после бездействия. Здесь, думаю, просто время бездействия. Поставить там, не знаю, 30 секунд, когда сайт просто висит у человека, он ничего на нем не делает. И появляется окно. Вот такой вот триггер. Также на странице Popups вот так вот выглядит окно в списке. Здесь тоже можно его потом не опубликовывать, удалить, редактировать, назначить ему там, создать категорию, назначить его в категорию. Вот такое вот интересное, мощное обновление в SP Patch Builder на борту сегодня. Я надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. Я на этом с вами не прощаюсь. И очень скоро мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok